МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Скоро Новый год. Не могу не поблагодарить всех вас за то, что вы все эти три года, сколько существует канал. Смотрите, поддерживаете, комментируете, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Спасибо всем тем, кто поддерживает то, что я делаю. А также спасибо и тем, кто не поддерживает хейтерам, троллям. На самом деле я люблю и тех, и других троллей. Интересные люди. Кстати, они иногда даже бывают очень полезны. Благодаря троллям становишься более критически подходить, что ли, к созданию тем, роликов, к самому себе, как ты преподносишь все это. Ведь, несмотря на то, что канал неразвлекательный, он все-таки несет в себе цель образовательную. И я понимаю, что даже скоро вот уже 100 тысяч подписчиков, просмотров, конечно, у меня не так много, как если сравнивать с другими каналами, где 100 тысяч подписчиков. Но это не потому, что накручено. Сейчас это все видно. Я не накрутил ни одного просмотра, ни одного подписчика. Просто не вижу в этом никакого смысла. Ведь YouTube за это все равно, если захочет, может заблокировать, удалить твой канал. Раз и навсегда. И ты его уже не восстановишь. Тем более, что все это видно, когда человек накручивает лайки, просмотры. Почему мало просмотров? Да потому, что большинство людей заходит в YouTube, и я в том числе, больше, чтобы отдохнуть, посмеяться, развлечься. Очень мало людей, кто ищет действительно что-то полезное, образовательное. Чем старше мы становимся, тем наш мозг больше любит филонить, лениться, отдыхать. И все мы в этом одинаковые. Но, что сегодняшним роликом я хочу вам сказать. Найдите, у меня уже не раз были видео об этом и статьи, о том, как отслеживать свой прогресс. Что нужно делать. А конкретно есть тестовая тренировка, где вы выполняете 4 упражнения, отдыхая между ними 10 минут. Но упражнения в тестовом режиме. Выполняя такие тесты раз в полгода, мы с моими учениками отслеживаем, есть ли прогресс. И все вы, кто не являетесь моими учениками, но смотрите, следите за моими советами, применяете их на практике, все или какие-то, вы можете тоже и должны проверять. И даже те, кто занимается по другим методикам, даю вам инструмент для того, чтобы понять, работает ли ваша методика. И все ли вы грамотно делаете. Эта тренировка тестовая помогает увидеть, есть ли у вас прогресс. Если нет прогресса, задуматься, проанализировать, что вы делаете правильно, что вы делаете неправильно. Все очень просто. Первым упражнением у нас идут приседания. Когда мы, естественно, после разминки специальной, ставим вес своего тела. К примеру, если вы весите 80 килограмм, то значит вес штанги вместе с грифом для вас должен быть 80 килограмм. Если вы весите 69, то, соответственно, это 69-70 килограмм. С этим понятно. И приседаем на максимально возможное количество повторений. Повторяюсь, вы должны этим тестом определить, насколько большее количество повторений вы можете сделать, если это ваша первая тестовая тренировка. Если это будет уже вторая, третья, вы должны как минимум, как минимум, выполнить на одно повторение больше. Это будет говорить о чем? О том, что все эти полгода, которые предшествовали этой тестовой тренировке, вы занимались не зря. Вы занимались грамотно, правильно. И прогресс присутствует. Следующее упражнение – это жим лежа. Тоже с собственным весом. Для девочек немножечко другие показатели. Это где-то 70-75% веса вашего тела. Но это всегда должно быть одной цифры. Если вы выбрали для себя 70, значит 70. В следующий раз не 75. Если выбрали 75, то всегда 75. Итак, жим лежа. После приседаний. Отприседали, 10 минут отдохнули. Если надо, чуть больше. И сделали жим лежа. Тоже на максимально возможное количество повторений. 10 минут отдохнули. И переходим к подтягиваниям. Подтягивания тоже отдолбили. Сколько можете. И записали. Каждую такую тренировку, даже если вы не ведете дневник тренировок, вы обязаны записывать где-то, где вы не потеряете. И отслеживать. Потому что по-другому, друзья, вы никак не будете понимать, правильно вы тренируетесь или нет. Достаточно и грамотно ли вы питаетесь. Хорошо ли спите, восстанавливаетесь. После подтягиваний идут брусья. Первые два упражнения вы выполняете со штангой, с весом собственного тела. Это уже понятно. А вторые два подтягивания и брусья вы выполняете уже просто собственным весом, не вешая на себя дополнительных отягощений. Естественно, не работаем ни в Гравитроне, нигде. Для девчонок там тоже есть определенные свои фишки. Найдите, изучите, выполняйте. И это еще не все. Снимайте это все на видео. Все, кто сделают эти ролики и пришлют его мне до конца января. Я все ролики выложу. И потом еще в течение месяца мы будем выбирать лучшего. Лучший ролик, лучший результат. И поверьте, призы будут шикарные. Будут призы в виде персонального тренинга от меня целый год. На вступление в закрытую группу, платную, бесплатно. И еще, если выйдет уже книга на тот момент, а надеюсь выйдет, в печатном варианте. Сейчас издательство одно со мной связалось, серьезное работает над этим. Я еще постараюсь сделать для вас книгу свою с автографом. Так что, друзья, дерзайте. А вообще еще хочу предложить всем, кто хочет участвовать в развитии канала, я только за. Я хочу, чтобы наш канал развивался. И не только для себя в первую очередь, хотя мне это тоже, конечно же, будет приятно, но в первую очередь для тех, кто будет приходить новенький на канал, для тех, кто уже следит за каналом. Ведь только так, с обратной связью, я вам, вы мне, и мы все вместе, другим новым людям, мы сможем продвигать то, чем мы занимаемся. Мы сможем пропагандировать это. А самое главное, показывать, что мы с вами придерживаемся того, что пропагандируем. Это очень-очень важно. И не обязательно снимать тестовую тренировку. Снимайте историю о себе. Снимите, как вы тренируетесь. Снимите, какими советами вы воспользовались с моего канала, с моих видеороликов, с моих статей, возможно, с книг. И снимите об этом хороший ролик. Не обязательно, что это принесло вам пользу. Снимите ролик, где вы покажете, что вы не согласны. Я допускаю, что возможно и наверняка у меня присутствуют какие-то ошибки. Но, по крайней мере, все, кто занимается по моим советам, получают полезный опыт, полезный результат. И я в том числе. И поэтому именно только я беру на себя смелость, взял на себя смелость и продолжаю это делать, пропагандирую все свои идеи, которые опробованы на практике. Я просто так идеи не толкаю вам. А если толкаю, то говорю вам, что это просто теория. И так же выношу ее на всеобщее обсуждение, на критику, здравую критику. И вот здесь, особенно, если вы являетесь моим хейтером и моим троллем, которых почему-то осталось там всего 6-7 человек. Очень печально. Теряю хейтеров. Не знаю, это хорошо или плохо. Снимите ролик, где вы четко укажете. Вы ведь лучше всех знаете, что я пропагандирую, потому что по каждому ролике указываете мне, что я тупой, что я не понимаю, не хочу согласиться с правдой. Особенно, самый мой преданный хейтер, не знаю кто он, под ником ДЖ, что это такое. Сними ролик, обращаюсь к тебе, где ты скажешь, вот Егор, ты сказал вот это, это. Это не так, потому что так, вот так-то и вот так-то. Я вот делаю это, мои знакомые делают это, мои ученики делают это. Сделай, потому что я вижу твое присутствие не только на моем канале. Вижу твое присутствие в других комментариях. Но у меня ты просто как хейтер, как тролль. Пишешь всякую чушь, ничем не обосновывая, ничего не конкретизируя. Сними ролик, я тебе гарантирую, вот при всех, что я его выложу на канал. Естественно, без оскорблений в мой адрес или в адрес моих подписчиков, выложи конструктивный ролик, где ты укажешь, что я говорил то-то, то-то, а это не работает, потому что это неверно. Потому-то и потому-то. И, друзья, я всех призываю, давайте, предлагайте идеи, снимайте ролики, присылайте, будем выкладывать на канале. Давайте как-то устроим настоящий такой, не вот этот баттл, который идет там сто на сто или другие зарубы, которые не несут в себе ничего полезного. Ничего. Это тупость, это глупость, это действительно вот хайп, который никому не нужен и ничего хорошего вам не даст. Давайте вносить правильные зарубы. зарубы, которые показывают, есть ли у вас, у нас прогресс от того, чем мы занимаемся. Ну ладно, друзья, скоро еще выйду на связь, жду от вас комментариев, предложений, видеороликов и побежал на очередные процедуры для своего сустава плечевого. Скоро увидимся, всем пока. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...